так вы в общем если не понятно что то тогда это останавливайте спрашивайте да сегодня попробуем ну опять же сделаем вот ну например да что-то наподобие такой сценки только вот это вот заменим еще как железной дорогой можно какой-то там паровозик призрак еще там сделать да и будут фонарные столбы и будет куда-то они там вдаль уходить и свет от них в общем падать так первое что вы до блендер понятно откуда вас качать за нас официальный сайт заходите нажимаете вот эту кнопку мы пока что 279 и вот тут если вы не хотите устанавливать тогда как кликните тут и выберите короче zip архив будет вас как порта был версия до в дальнейшем советую уже до переходить там try blender 2 и 8 бета и точно также там архивчик качаете и все но у вас должна быть видеокарта мы создадим наш мирок в 279 а потом его откроем 2 и 8 чтоб видите ну как бы не рендерить ничего ничего не ждать видеть нашу сценку сразу с помощью этого не движка так тут первое вот это вот панелька слоев в 2 и 8 она уже другая там появились коллекции а я там иногда буду да еще пока показывать туда 2 и 8 то есть в 2 и 8 она исчезла эти слои как таковые до таких штучек никаких нет но появились коллекции в принципе то же самое но только даже еще удобней как оказалось до сначала было непонятно а ну потом как бы как объясню эти коллекции они же и слои они же и группы ну с ними реально удобнее как два в одном появилась такая штука так теперь у вас изначально появляется viewport да и ну как бы видите вы сцену вот здесь вот лайнере все это видите да то есть есть сцена в сцене свои рендеринга мир камера кубик и лампочка можете переключаться первое что будет вводить в недоумение этого перед выделение правой кнопкой мыши сразу скажу еще выделение если зажать control и левую кнопку мыши то вы будете выделять лассо если нажали b вы перешли в режим выделения какого прямоугольная си это выделение кистью когда shift нажимаете вы снимаете выделение а shift до shift будете снимать выделение так тут я отображу клавиши клавиши пока что в 2 и 8 они как-то плохо работают тут пусть отображаются в этом уже кстати я уже привык правой кнопкой поэтому в 2 и 8 пользуюсь правой кнопка у вас уже будет по умолчанию на левая стоять и выделение будет немножко привык к чине как в максе да все так же вы там левую кнопку нажимаете клац и выделяете но я себе поменял потому что я уже привык это делать так как было раньше да мне опять неудобно что-то перестраиваться вот хотя все дело привычки здрасте так дальше пошли у нас можно добавлять объекте ки вот есть кстати две панельки до плюсики тяните и тут плюсик если спрячете появится плюсик как бы настройка вьюпорта и панелька черта даже как ее назвать она на горячих клавишах the tool shift tool это чё инструменты да значит а это на клавиши n тоже горячая клавиша то есть можно быстро все убивать вот это там панелька в общем свойств да и свойства разных там рендеринга слоев и тому подобное любое вот есть треугольнички да опять же они в 2 и 8 немного изменились но суть остается тоже тоже то есть тут как бы такой у блендера плоский вид никаких всплывающих окон в общем то нету да и по сути это как бы модульная сетка и в разные модули вы можете подгружать разные эти данные да там допши тут 3d вид там или включить ювимы че гитар и тому подобное убирать окна вы просто в другую сторону тащите вы сжираете да эти объекты вот ну то есть не должно вас это тревожить сразу советую сделать настройки наверно как у меня интерфейс вот чтоб вот это все было включено вот здесь потом во вкладке системы регион оверлап там опять же поставьте если у вас там есть видеокарта да какая будет рендерить и вот тут галку поставили интерфейс о интернешного функции я перевожу только тут типы всплывающие подсказки вы можете хотите в перевести весь интерфейс там на русский украинский какой захотели вот ну как бы в общем не рекомендую и обязательно нажать save user settings вот так подождите по поводу деревьев как они сейчас можно включить и тут и виден сами деревья и забыл так сейчас тут посмотрю сэплинг сэплинг а ну-ка в саплинг траген короче да вот генератор деревьев если вдруг вам нужны болты то это болт factory да если там разумные кривые как бы расширенные пишите там экстра и вот там extra object extra object мы шейки вот в принципе еще советую включить там как f2 он в 2 и 8 по моему по умолчанию включен и моды wrangler да вот так ну и хватит вот это я себе на потом включу так поехали значит да мир зажали кнопочку крутим мир shift и и колесико мыши зажали перемещаем мир когда вы семерка а я забыл бы стражда хочу панелька у нас кстати где делась панель это очень интересно креет вот она называется да то есть вы можете объекты добавлять как отсюда вы можете нажать вот тут от да то есть тоже добавлять и если вы наведете вы увидите что тут горячая клавиша написано shift и да то есть тоже лучше shift и нажимать и вот вы выпал из выпадающего списка выбираете то что вам нужно вот тут так первое перемещение там объектов то есть тут тоже быстренько посмотрите можете шифтом по включать все за эти курсоры там перемещаете тут там вращаете масштабируйте если что-то по сбрасывать надо это там типа клавиши rotate scale и g это grab до пошона ближе к пальчикам нашим ну которая постоянно нажимается клавишам чем м м так и осталось этому но на другой слой отправить если вы хотите это по сбрасывать alt g сбросит позиционирование альтер поворота с с кейл да то есть убрали нажимаю x опять же да можно удалять и иксом и дл это ну иксом удобнее потому что он рядом с вашей левой рукой находится и вам не надо тянуться вот удалили все вновь добавляемые объекты будут добавляться там где 3d курсор расположен 3d курсоры там ваша запарка будет до поначалу пошел и так привыкли в максе все выделять будете постоянно его куда-то перемещать так вот переместить на сцену можно двумя способами в центр сцены координат а это в этом меню найти где-то пункт 3d курсор взять левой кнопкой потянуть нажать 0 и enter и он перебежит но удобнее опять же shift си нажимать да и он перебегает в центр координат вот так ну вот эти вот можно позиционера не оставили все и в общем начинаем я нажал с они начинаем еще один момент это обезьяна сюзанна это как чайник в максе да смотрите семерка на нам паде только именно цифровая клавиатура ну это вид сверху control семерка вид снизу единичка спереди вид control за единичка сзади тройка справа control тройка слева 0 вид из камеры . приблизите объекты сделать его центром например если у вас их будет много выбрали точку нажали вот он он да если вы берете выделяете объект нажимаете слышатой типа изолейт мод в максе до опять нажали все опять появилась alt b это если вам как бы отсечение до объекта то есть если нужно где-то что-то точечки поковырять но нам сегодня этого не нужно убрать вот это alt контур войне control блин alt b просто вот все так ну теперь вроде бы как бы да все понятно x shift и и нажимаю plane перейду вид сверху изначально у нас там plane 2 на 2 метра до если вы выберете конечно метрическую систему вот то есть это можно посмотреть вот тут dimensions 2 на 2 ну я просто так себе увеличу все есть plane готов дальше переходим скульпт модным перед скульпт модом можно зажать клавишу d и вы тогда у вас будет работать карандаш да и приблизительно себе можете типа нарисовать где у вас что будет ну я вот планирую типа что-то такого опять какие-то горбики где-то тут у меня потом появится паровоз ну и куда-то сцена железная дорога будет уходить тут опять же там насыпи камней какие-то деревья трава и тому подобное вот чтобы убрать то что нарисовали карандашом можно опять зажимать d и левой кнопкой он появляется как бы затирать когда можете вот так это все делать потом стирать или же ну просто вот грейпл сил леерс удалить этот слой так теперь переходим обжиг мод выбираем скульпт мод да то есть мы уже в режиме скульптинга панельку открыли есть и сейчас если вы попробуете порисовать вас ничего не выйдет прошу опять же эти кисти они воздействуют тупо как бы на точке до деформируют эти точки если я тут поведу конечно она видите поднялась . вот чтобы не добавлять опять же лишнего просто идем и сюда включаем галку динамеш и симметрию пока что отключить и начинаем там выдвигать какие-то себе так вот тут будет у меня впадина впадину рисую я с контролом до себе просто так намёточки дело вот тут возвышенности какие-то вот впадину как пойдет дорога потом куда-то чтоб накидал сначала так очень грубо потом я в день топа выставлю чуть поменьше эти пиксели например восьмерку я вам показывал уже да что они зависят еще от того насколько близко вы к объекту приблизитесь да то есть тут советую кисть взять наверно этот клей trips вот и ей можно да вы когда просто рисуете кисточкой вы выдавливаете когда зажимаете control вы вдавливаете shift вы разглаживаете поверхность так f это вы просто разово нажимаем ничего никогда тут не зажимаем в блендере да вы размер кисти меняете вот радиус shift f это strange силу нажима есть да то есть это можно поменять так тут что-то там по проводим потом вы вы могли бы вообще и сразу и камеру да даже вид настроить ну я пока не буду настраивать да откуда мы будем смотреть наверно туда куда-то возвышенность будет у туда мне будет уезжать паровозик поэтому выберу вот здесь еще да с этой по нарисовываю холмы и он как тот уедет у куда-то туда за холмы а здесь значит я немножко еще утоплю зажал control до проехал сделал тоже впадину что то есть не получилось сильно shift он взяли поразравнивали да вот какой-то такой делаю там овражек так как меню возьмут эту опять так тут у нас ну как бы у нас вся в основном это земля она потом пойдет будет усеяна травой камнями поэтому мы сильно в общем надо как бы построением всего этого в общем и не стараемся да так вы можете вот тут в день толпа сделать смуз шейдинг но будете видеть в сглаженном виде опять же вам придется считать ваши полигончики потому что в дальнейшем когда их очень много ну сцена начнет подтормаживать и поэтому опять же там камешки делать да мы их могли бы искупить но если мы не собираемся рендерить этот камень именно один даст его все и детализации не стоит это этого и делать в принципе ну давайте там тоже сейчас попробуем какой-то камешек сделать сейчас какие-то так понакиды можете кисточки да опять же ими там с ними поэкспериментировать где-то что-то в том разравниваете ну в общем пойдет например дальше если хочу использовать другой объект что тут с ним я должен выйти из скульпт-мода в обжиг но я сейчас shift и и добавлю например куб кубу применю модификатор subdivision surface тот же turbo smooth в 3d максе до применяя 1 2 нажимая apply вот он получился такой нажимаю слышат мне ничего не мешало и опять перейду в скульпт-мод вот вот тут то мы могли опять же до включить динтопа отключить там симметрию надо отключена так и и и и какую же так по моему эту кисточку сейчас я возьму настрою ее кривую так динтопа включена я вот не люблю смуз так что мне не нравится сейчас какое-то это вот забыл я да да вот этот возьмем о да то есть вот этими кисточками вы могли поделать как бы камешки опять же вы можете использовать тут маткапы да если вам не нравится затенение по умолчанию можете по выбирать там некоторые элементы да можно делать блестяще чтобы понимать саму топологию но это не в скульптинге скульптинге например вот такое взяли и отлично кисточка еще раз ф да это делаем больше меньше повели тут и как бы нож камень формируем так в общем смысл понятен с камешком с шифтом где там что-то пошла какая-то ряд взяли поубирали то есть поразглаживали порелаксе ли тупо эти вот да получился в общем камешек можно его далее далее детализировать еще но нам зачем нужен камень в 15000 полигонов да но мне пока не нужен поэтому этот камень я наверно оставлю ну в принципе можно для прикола его куда-то потом еще и втулить до семерка вид сверху г перетащили кстати таскать камешки вот например я видите есть пивот тут важная штука пиво да тут он никак в максе передвигается например ну в принципе как в максе зашли в режим в редактирование я это делаю табом или можно вот тут edit mode выбирать и сам объект перетаскиваю а видите пивот мой остается например я проверну его поставлю вот так это сделал там для того чтобы если я возьму вот тут включу привязку к фейсом активирую магнит и включу еще чтобы она там то есть относительно нормально выравнивалась и привязывалась сама на себя если я г нажму видите он у меня ему как бы ездит по поверхности то в принципе там shift d я могу их копировать там уменьшать эти объекты и сооружать ну понимаете что я тут себе на сооружаю до скоро моя сцена потухнет поэтому я как бы эти камешки оставляю просто создаю еще один куб тоже control 3 нажал видите применился модификатор subdivision с подразделением 3 не то хватит опять нажимаю слышь единичку вид спереди перехожу табом в режим редактирования потом надо найти команду бесед вот она да можно отсюда или если вы знаете на слух как команда звучит то пробел нажали написали беседом бесед тот же да вот и найдете его делает это типа максовский слайс план да ну нажимаем бесед и что-то проводим да вот есть линия проводим вот это кстати вот снизу это как бы меню последних операций тут всегда будет появляться последняя операция и на него посмотрите бывает часто от настройки у нее есть особенно вот я его разрезал но мне не нужен 1 часть я хочу очистить и хочу чтобы она была залита отлично теперь перешел я опять должен выделить объект shift ой сейчас выделяю объекты опять этот бесед да сделаем например вот так вижу блин не в ту сторону теперь пошел надо было или проводить снизу вверх да то есть тут я проводил по этой оси и у меня с по правую сторону ушел тут также провел и у меня он опять по правую сторону ушел но тут я могу например поменять местами да ну тогда теперь я снизу вверх должен там отсекать например ну или и там менять например на перейду кую в какой-то так а это выделить или повторное нажатие снимет все выделение перейду тройка вид например это райд бесед опять на с этой стороны там отсеку поменяю местами а два раза я нажал опять бесед с этой до или мог вот отменить и проводить сейчас беру бесед провести просто вот с этой до сверху вниз то есть понимание одну фишу ко мне она не пришло и к вам я думаю точно не придет еще я вот ну все время над этим как бы парюсь но да с какой стороны блин потянуть его или просто переставлять постоянного тут галочку так смотрите например вот такой вот камень он может быть элементарно до нажимаю что я нажимаю shift d так привязки только уберу shift d кстати shift d это операция копирования то есть копировать и переместить в момент когда вы нажали shift d у вас уже объект скопировал но вы можете переместить если вы перемещать не хотите правой кнопкой это отменить и он вернулся на позицию но он уже скопировал вот дальше я опять там например с этим работа я могу выделить его нажать с кейл потом указать ось например z опять дальше взять это там бесед тут потянуть вот опять выделяю все тоже бесед тут потяну вот можно виды да вот такой сейчас тоже возьму отсеку только не забывайте выделять все потому что он работает по выделению в общем как и этот слайс план до сюда ну тут сверху наверно меня чуть-чуть не устраивает опять бесед там тут потянем например вот такое да мы могли сделать камешек вот тот вообще у нас конечно такой порубленный этот что-то поприкольнее так сделали еще да мы можем например его положить этап за нажимаю захожу в режим редактирования а выделил все возьму их не пиво ты там пошевелю тут сейчас тоже в режим редактирования пошевелил пиво ты можно еще чуть-чуть по-другому менять например клацнули 3d курсор сделали здесь и вот видите set origin и например origin to 3d курсор и пиво появился тут вот ну в общем так теперь опять 6 курсор на место поставил возьму еще и к сферу к примеру добавлю у и к сферы там по подразделений сделаю хотя она мне зачем-то пусть будет и к сфера ладно зашли в режим редактирования опять ее там потяну например как-то по иксу опять все тот же этим бесед там еще порезали так опять да я там по выделял в общем все так тут эту часть так ну поделали типа да какие-то камешки можно конечно через над ними чуть побольше попотеть то будет в общем результат по прикольней все тоже если вам что-то не нравится в любой момент как бы скульпт перешли в режим скульпта включили динтопа там небольшое опять же значение все той же кисточкой например клей уменьшим до что-то можете добавили например разровнять или всего тем же как и как я делал вот этой да что-то там по добавлять ну сильно в общем не переусердствовать какую-то там изменили добавили форму вот так еще я вот этих камней перехожу в режим опять object mode control левая кнопка выделил все нажму shift x перенесу вот сюда тут например я себе еще на потом на делаю камней вот это тот камешек опять выделю и сделаю его тоже бесед там вот так только оставлю все части не заливаю да он у меня разрезался теперь чтобы выделить не опять же как в макси не на переходить в меню элементы наводите мы сейчас в режиме работы вот с точками можно тут переключаться с чем работать с точками навожу на точку или нажимаю да и он у меня блин я думал он разрежется да ладно с alt и клик это выделить луп в нажала это рид отсоединить а снял выделение l выделил эту часть да вот она часть возьму выделю тоже тут луп с альтом и клик f это залить тут тоже клацаю опять f залить опять навожу l до выделил элемент нажимаю p отсоединить но это detach да вот так вот произошел вот этот элемент оставляю все таким же например я зайду сюда тоже выделяю его r покручу например так сделаю вот сюда теперь этот объект тоже tab а выделил r покрутил покрутил например так поставил у нас еще появились какие-то камешки на основе этих камешков еще можно было поделать кучу камешков разных ну допустим вот это вот уже у меня сильно высоко полигональные камни это я показал как можно делать я лучше и вот тот камешек разрежу потому что я тоже покажу что я хочу с этими камнями делать у этого опять тттн возьмем где-то бесед так ну ка давайте фил на нас филом она сейчас отсоединиться до эль не блин z это да у нас режим прозрачности ну ладно в идее выделяю опять же вот этот луп в взял так ладно отменим назад то я такой не подумавший когда залил там появился полигон да и соответственно уже не хочет этот trip работать вот поэтому не заливаем вот у нас создался луп мы его выделили вы нажали а вот отсоединили могу даже так сразу f залил в альт клик выделил f залил да опять а снял выделение навел lp отсоединил да вот есть теперь вот такие вот объекты теперь каждый из них кстати в в этом еще появилась моя возможность когда у вас например несколько объектов и это разные контейнеры как я вам говорил но вы выделили например 3 этап нажали вы все три можете редактировать да ну при этом это разные объекты ну то есть вообще удобно экономит кучу времени да и нет вот этой штуки постоянно надоедающие диты был поле так сделали сюда это тоже там куда-то переносим видим у них пивот остается до в одно и том же месте тут выделяю все р-р сюда так ну короче появились какие-то блин а чушь я не оставил тот камень слава богу что видите мне есть копии shift d по иксу еще копирую например 4 камешка да какие то можно еще этот было поделить получить еще больше камешков сейчас объясню для чего я это дело камешки я пока что выделяю нажимаем так сначала покажу все да вот теперь выделяю камешки нажимаем и выбираю второй слой да они отправились на второй слой и вот просто переключаете или можете переключать 1 2 3 4 нажимать над буковками до кнопки не на цифровой клавиатуре а именно сверху у вас еще часто бывает что я говорю нажимаем семерку ведь сверху вы нажимаете семерку над клавиатурой и вы переходите на седьмой слой горите все пропало да поэтому у вас так бывает с шифтом можете выделять несколько слоев или же нажать тильду и она тоже сразу же выделяться все слоя опять нажали тильду опять вернулись на тот который там показывался пока камни отправил хорошо вот эти камешки можем как бы по разбрасывать да можно опять включить вот тут привязку г и потянули камень вот если надо его как-то пошевелить r и только на привязку будет отключать rr до два раза р мы вокруг пивота его двигаем например там подвигал вот так этому камешку советую еще нажать т и сделать смуз смуз шейдинг чтобы вот таких вот кстати от помятостей там не было можно перейти сделать авто смуз да то есть чтобы сглаживание происходило там от предел определенного угла тут тоже сделаем сразу такое авто смуз и этому смуз шейдинг да в макси по умолчанию все сглажены да то есть что вы не добавляете у вас все идут тут все плоские там сглажены так это же там сценки как бы включаем опять а по моему shift tab да вот активировать привязки вот и вы можете там опять скопировали там можно увеличить rz только не крутится по ушам и вот с по моему от из-за этой кнопки rz через за этой какой-то да то есть ну shift tab нажали rz например покрутили по оси z на там с уменьшили опять там shift tab включили привязку и вы там дайте не как бы ездить этим например тут по этих камней поделали shift d я копирую тут с можно не shift d нажимать а alt d это будет инстанс поняли shift d это копия alt d инстанс опять беру копирую там уменьшаю опять по копируют например из одного камня да по на копировал их разные теперь привязки отменил дважды r кликаю например поверну его так опять rr по кликнул этот так поставлю да ну еще не знаю этот так это видимо ну пусть так будет да вот что-то там накидали каких-то пока что камней дальше пойдем сейчас нам надо создать железную дорогу до железная дорога вообще перейду на новый слой 3 нажал всем вид сверху мне не надо нажимаю shift и и мне нужен кубик пока я делаю там без масштабов потом что-то там по масштабируем так тут можно кстати вообще какая прикольно тут езда есть попробуем сейчас с мира нам не ра ром так передвинул да то есть я применил это модификатор по максовский симметрии да по оси x вот дальше я нажимаю что там нажимаю с по оси x потом с z дальше смасштабирую вот так это делаю как бы рельсу перехожу control tab нажимаю или вот тут выбираю в редактирование полигонов е это экструд если я хочу и в эту и в эту сторону по экструдировать сразу да то есть сразу будет относительно нормально как и в максе в экструдии вы выбив вы должны выбрать что типа индивидуально до разные стороны помните в максе выбирали тут это выбирается вот этим индивидуал оригин е нажимаете да и у вас теперь как бы в разные стороны сдвигается тут например опять с x так только не индивидуала медиан point центр выделения с x могу сдвинуть дан тут я тоже control r это типа свифт луп у макса вот подвину вот сюда изначально сейчас выделю этот и этот полигон с x например вот так раздвину теперь нажимаю опять переключу вот здесь индивидуал оригин е и да вытяну вот так вот их теперь перейду в грани выделю эту грани эту нажму control b это чем ферда давайте подождите еще сначала вот эту вот эту выделю наш мой с x только опять не забываем вернуться медиан point есть опять же горячие клавиши для этого по моему там , а это bounding box . от 3d курсора позиционировать по моему alt . это актив элемент alt control , это опять вернуться медиан point и control . вот индивидуал ну я не знаю вы запомните это нет конечно да вот ну просто отсюда выбрали опять там с x по оси x да по масштабировали есть ну типа какую-то рельсу конечно я бы кстати выделение как тут еще работает в максе вы наоборот все да в максе если вы вы выделите сразу вы выделите все то тут наоборот даже если вы хотите выделять все вам придется ли эту кнопку нажать да то есть ну она становится полупрозрачным и у вас заработает выделение всего а снять выделение или же как по мне мне намного удобнее проще z нажимать в режиме то есть wireframe у вас выделяется по-любому все поняли так например тут выделю с x чуть-чуть сюда с z нас масштабирую что-то какая-то да не очень рельса у меня получается наверно вот тут еще добавлю а кстати да покажу как еще control r добавляя их например несколько пять штук колесиком ключ кручу добавил теперь выделяю луп вот этот посередине alt и клик а теперь активирую пропорциональное редактирование по максов ски это как она софт selection вот с x и видим да с нажал то есть режим масштабе ранее а вот это у нас степень влияния x да и то есть вот например могу еще как не влиять я еще могу типы влияния выбирать например вот здесь до сделать сферическая sx сейчас а ну к примеру вот такое вот эти две вот эти раз и два точечки тоже о нажму отключу ее перемещу сюда так и тут теперь z можно нажать выбираю наши грани раз грань кстати вот эти вот штуки вот эти полигоны они мне тоже в дальнейшем не понадобятся тут выделение выделили один control зажали вы выделяете путь да то есть я вот тут вот делай ты нажимай и когда кстати удаляйте он тоже постоянно спрашивает что же вы хотите удалить мы в данном случае файсы вот здесь тоже я по выделяю это же x faces вот и тут я добавлю наверно а перешли а кстати вы тоже можете тут с шифтом взять их по указывать все да вот тык тык и вы можете выделять как точки так полигоны так и ребра смотрят на что нажмете поняли вот так face до удалили сделали это вот еще чего в макси не хватает чего чего например в режиме редактирования тут без проблем можно добавить например кубик это тоже не может не радовать с сделаю по и реку y нажму так сделать надо шпалу так вот сюда и передвину вот этот полигон я должен был удалить после у меня модификатор типа симметрии да вот этот выделяю с z масштабируем так сейчас так тут тоже сейчас надо еще въехать да это уж сделать тут шпалу 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 надо в общем то будет подразделить так пока делаем по простому е это x труд опять е экструдирует дальше выделяю вот этот грань и ее тут опущу дальше наоборот чуть-чуть вот сейчас теперь выделю вот это ты это так будет быстрее и подниму их чуть-чуть теперь выделю вот этот фейс и сделаю вот так так ну вот она да хорошо теперь можно z нажать перейти например в точке выделить вот верхние точки и немножко опустим можно если хотите снять выделение с какого-то объекта shift l наводите на объект до shift l сняли с него и все так и тут тоже можно ее до что-то а вот тут давайте все таки тоже под добавлю их например чуть-чуть выделю вот тут лишняя да не забыть удалить а вот здесь тоже перейду в режим пропорционально редактирование gz да то есть по оси z да не хотелось бы мне все о смотрите как можно потом выравнивать ну например я сделал вот такое что-то да вот как выровнять нижнюю часть тоже элементарно z перешел в режим выделения точек могу бы нажать выделить эти теперь s z только пропорциональное редактирование отключаем или вот здесь или клавишей о s z 0 да то есть я перевел как бы его смасштабировал в ноль теперь gz control удерживаю только вот эту еще надо отжать gz control да и выровнял так вот эти надо соединить это идем сюда да вот здесь можно клиппинг поставить чтобы они тыхать дальше в общем дальше не шло так теперь кстати опять смотрите можно выделить эль вот этот объект а аж тут хоть до от слова хоть если я нажму аж я спрячу этот объект альт аж да то сделает обратное показывает если я хочу спрятать не выделенная дата shift h и спрятали не выделено тут снимаю выделение ду селок sharp edges да то есть острые грани control b покручу немножко ну чтобы у меня там потом блики были ну и надо а в рельсе надо тоже alt h вот выделим но тут в принципе в рельсе мы сгладим эти эти не знаю вот эти они нам нужны будут и ну давайте уже посмотрим на сколько он попрет у нас полигонов тогда то есть вот такой у нас профилек ну еще бы неплохо там было какие-то костыли по добавлять да давайте добавим еще один кубик 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 кстати иногда может у вас такая штука получится я вам по моему даже не уговорил вот это я нажимал alt и запятую это уже управление пивотами да то есть вы может такое получится что вы хотите вертеть или масштабировать а у вас ничего не происходит поэтому посмотрите на эту кнопочку скорее всего это она так делаем в общем костыль так сюда мы подгоним так заходим режим редактирования ну тут тоже там что-то максимально простое так вот это да когда не надо отключаем перейду в грани так нажму слэш все потерялась до выберу control плюс тут расширить выделение ринг сделаю так вот это тот элемент просто там опущу это же смештегирую но я не знаю сглаживать их не сглаживать я не буду у нас такая сценка не очень насыщена так нажимаю 180 написал он повернулся на сто восемьдесят градусов тут z нажал там посмотрел наверно проверну его сделаю я как-то подзабью типа вот лежишь там по парочке до знает shift д y вот сюда и теперь выделять два этих объекта сейчас эти объекты и вот эту рельсу да и последним рельсу паша я не хочу сейчас приотачить чтобы приотачить есть кнопка джойн до или control джей и отачиться всегда к последнему выделенного потому что это активный элемент нажимаю control джей они приотачились вот тут зашел в эту рельсу опять же до эль эль выделил их два хорошо shift d x повернул control м x отразил по оси x да все подогнали сюда вот и теперь погнали уже у нас будет попроще тоже делаем их смуз делаем чтобы они там авто смуз ну тут тоже можно было конечно смасштабировать ну да ладно так дальше я пока что включу первый слой чтобы видеть до саму пример например где-то рельсы где-то так до должны быть они приблизительно да вот дальше что я делаю перехожу все же сюда и тут очень важно чтобы пиво от его сейчас азвак стоял именно так кстати мира тоже можно применить да у нас вроде бы уже все сделано все хорошо нет не все хорошо у нас будет очень часто стоять шпалы поэтому я выйди нажимаю l s y до чуть-чуть растяну и наверное тут добавлю один разрез тут и вот тут да вот теперь наверно я применю нажимая плать дальше я нажимаю shift и и добавляю кривую безе но тут важно чтобы пиво от у этого элемента и у этого ответе были в одной и той же точке тогда у вас по-любому все получится дальше я выбираю кривую и захожу сюда тут я кривую ну пока что куда-то там нарисую что-нибудь это опять же по самой показать вам просто как это настраивается и это то же самое там экструдирование горячие клавиши везде для всех окон в общем-то одинаковые делают одно и то же дальше выделяем кого-то кого это мы выделяем блин рельсы наши переходим выбираем модификатор и вот здесь мы пускаем его не по иксу а по и греку ставим единичку ну то есть на самого себя да можно делать там мер шапани еще если вы собираетесь сделать в дальнейшем сглаживание чтобы они сшивались вот дальше я их в общем могу да поделать много но я хочу их еще пустить по кривой выбираем модификатор курс и пипетка указываем на нашу кривую может положить получится что-то типа такого вы клацаете оси да ну наша ось y да но кое-что у нас там вывернулась заходим в режим редактирования выделяем все можно показать у тут действие модификатора да то есть я могу вот да то есть я активировал и вижу что у нас получается я должен по оси y и повернуть нажимая r y 90 на то есть вот у нас рельс получились так вышел дальше я хочу чтобы мои рельсы еще и вписывались в кривую так что мы для этого сделаем мы вот здесь не фиксит каунта выберем fit curve и выберем наш кривую да вот что получилось непонятное могло получиться такое от того что я масштабировал объекты но не применил масштаб нажимая control a scale до применил масштаб замечательно дальше я могу выбирать кривую и как бы ну вот здесь давайте там все-таки поравняем на рельсы как-то не должны так прям да то есть я могу теперь рисовать рельсами и тут я даже в по в полном смысле этого слова могу рисовать рельсами сейчас я вам тоже это покажу вот здесь я я еще перейду в свои рельсы и перемещу пиво до чтобы он был снизу да только тут нам игрековой нажмем g y не то пусть dx мы чуть-чуть покрутили можно да чуть-чуть и как бы запариться ну вот вот так до изменили все хорошо теперь возьмем включим наш какого ландшафт кстати вот эти камешки да тоже можно было вы как бы выделить вот например они нам сейчас мешают выделяю нажимаем там вот на этот слой куда-то в общем их отправь дальше тут мы что мы тут делаем смотрите тут я выбираю кривую захожу в режим редактирования а тут надо не забыть вот по моему surface выбираем главное в режиме редактирования вот этой кривой до переходим в грейс пенси вы выбираем тролл до для чего это я делаю это ну сейчас посмотрим что получится вот эту кривую я сейчас удалю в режиме редактирования удалил здесь выбираем дроу и рису нет сейчас не так грейс пейсу что-то подождите секунду подзабыл должно быть рисование кривой то не вот же я ее выбрал по поверхности а и вот создать кривую безе да вот удаляю еще раз выделил все x удалил выбираю безе и и ничего то она не рисует нет что то я опять не то делаю сейчас секунду а вот дроу да вот теперь точно должно получиться так перейду ну смотрите в общем вот я нарисовал кривую и нарисовал сразу же как бы этот да ну только видим сейчас отменим чуть-чуть перейдем вид сверху еще раз возьму кривую и проведу вот тут видите у меня но мои рельсы как раз по всему этому пошли может чуть-чуть где-то что-то не так но это легко подправить до удаляем там лишние точки выделяем нужную точку точки мы также можем взять привязывать к фейсом да то есть и брать их там направлять включить привязку и вот видите да ну тут нам надо у нас будет куда-то жда уходить там вдаль вот я сделаю е только привязку отключу вот и куда-то ее потом направлю эти манипуляторы сделаю вытяну с просто на подальше г перетащу тут тоже вот все такие сильные изгибы сделаю плавнее то есть тут некоторые можно вообще было бы там по удалять если ну сейчас мы дойдем до поворота так тут например хочу вот возможно вот тут придется добавить точку до чтобы она не так залезла заходила туда так а возможно мы просто уменьшим вообще наши рельсы так вот тут наверно делать это это однозначно удалю вот эту точечку могу так вот если нужно про вращать точку то вы вот тут переходите и тилд у вас есть да и можете туда-сюда по наклонять ее так сделали вот тут в принципе привязки я убираю вот тут хочу чуть повыше да потому как они у меня по поверхности появлялись а я и хочу чуть чуть повыше теперь поделать подтянуть так мог бы тут да там покрутить мог бы выше еще быстрее то поднять все это сделать но это опять же возможно непонятный будет момент так дальше я нажму control alt 0 и выставлю камеру даму себе дальше буду что там сидит деревья и всякие такие вещи делать но ли это вид из камеры камеру на 5 же я вообще советую камеру да как в максе тут нет такой камеры таргет то есть сделать shift-c курсор в центру shift-a и добавить сюда empty к пустышку пустые объекты как в максе думе но вы еще тоже наверно не знаете вот добавили объект пустышка теперь выделяю камеру выделяю пустышку именно так нажимаю control т и track to constraint да то есть теперь моя камера будет следить за вот этой пустышкой ну то есть таким способом вы сделали таргет камеру вот так теперь например выберем пустышку на куда-то сюда дальше там камеру отодвинули например ну вот какой-то у нас склон да вот так вот будет рельс вот там может быть будет паровоз появляться да поэтому наверно быстренько перейду вот сюда выберу еще скульп мод и тут так что это я не то чуть-чуть делаю да нам нужно выбрать пусть будет там клей там там мажу а то видим как проваливается до шапрельс не было видно как они уходят так делаю ну какую-то такую конструкцию так поняли да рельсы соорудили вроде бы все хорошо так я еще хотел стал бы конечно да поделать столбики я забыл столбики можно было пустить вообще вместе с этим по кривой но это обычно нужно когда у вас дофига дорог всяких да вот тогда до фонарные но тут мы сделаем опять же как бы попроще меня я перехожу перейду тоже там второй слой камни 3 это 4 да вот это как бы окошечко сожру добавлю сюда 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 цилиндр перейду вид сверху а вот тут еще важный момент такая особенность отличительная от макса если вы снимите выделение с этого объекта или совершите какую-то операцию ответе есть от цилиндр то есть добавили мы его как только вы чё-то сдвинете в меню последних операций будет транслейтом или другая и никак вы уже к ним не вернетесь к настройкам примитива поняли он сразу перестали быть примитив и вам придется ну как бы создавать его по новой конечно можно было сделать а как сделать ну то есть вы двигали а кстати нот прикол такой да можно вот например вы двигали что-то с ним делали а потом вы решили что все таки в нем должно быть не 32 грани а 8 вы берете добавляете еще к примеру один цилиндр и делайте в нем 8 граней и подменяйте данные этого цилиндра на этот до берем в этом цилиндре переходим в данные говорим что ты будешь цилиндром 002 и все да и он стал цилиндром 0 2 и короче теперь он такой да то есть мы использовали его просто еще раз да о том что это тупо контейнеры а в контейнерах у нас находится какой-то мэш понятен как вы там не кипите не устали муж я вас это вы марил жене все нормально вот так же этот объект например если он не нужен в центре есть меню курсора shift с если вы нажали и можно сделать selection to курсор и он сюда прибежал опять же да когда вы контейнером управляете то есть в object моде в контейнер меняете если вы зашли в edit мод вы именно сетку меняете поэтому если вы в контейнер с масштабировали то не поленитесь нажмите шивой control эй и примените до операции шо вы там делали можно там ротейшн инскей вот применили хорошо теперь заходим в общем в режим редактирования выделяют этот фэйс подымаю например сюда тут масштабируют опять ес то есть как у вас экструдировал с масштабировал дальше е едем вот сюда дальше могу вот сюда курсор поставить нажать по моему блин alter да и перри короче поняли да что я наделал вот могу тут угол поменять например и дальше поеду опять но давайте вообще-то чуть-чуть я наверно перейду в точечки и немножко с масштабируем вот и теперь уже перейду то можно и в точечки тут как бы все равно е вытянем сюда с смасштабируем так делаем что-то такое перейду в вид сверху опять е нажму с y да то есть масштабирую по игреку опять я сделаю еще раз с y и это экструджа жда вы поняли я екаю екаю с y так и еще раз разок и с вообще-то вот потом возьму на наверно перейду фэйс и этот 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 нажму ой да это inset как у макса подожди наверное что я сделаю просто е значит экструдирую и немножко уменьш вот и потом в дальнейшем я конечно хотел чтобы же вот это вот часть у фонаря она светилась поэтому я возьму сразу применю материал в блендере первый материал который вы применяете но сейчас нею да ай кстати мы будем использовать сайкл с рендер обязательно выберите да вот тут сайкл с рендер первый материал применится ко всему объект а потом например если я хочу к выделению я делаю слот для материала и нажимаю сайны и любой материал который я положу в этот слот например и мишин который будет излучать он будет тут кстати чтобы вы понимали мы же все еще в мотка пида поэтому если вы хотите все-таки видеть материалы и кстати в сайкл все чтобы видеть материалы нужно перейти в режим материал и тогда вот например вы можете там менять цвет на вот нашего столба и видим это светящийся материал если нажать shift z вы переходите в режим рендеринга опять shift z перешли просто в режим прошлый да вот вы мы сделали короче столбик опять же да не забываем про пиво shift c поставлю курсор сюда shift control alt си да могу тоже origin to 3d ой да к 3d курсору его поставил то есть как бы столб я сделал так столб сделал я его еще зайду в режим редактирования наверное сделаю r180 до поверну на 180 градусов и тоже на этот пивот поставлю теперь переходим первый слой включен 2 3 ию тут мы можем расставить столбы где нам нужно тоже включим привязки привязывать на себя г пошевелили до поставим можем перейти о видите какой столбик да то есть вы тут можете кстати настраивать свои виды вот здесь да тут у вас этих они их много уже настроенных например там для рендеринга для моделинга и тому подобное то есть как вы окна настроили например вот я возьму создам типа что там модел там напишем да и вот тут у меня будет как бы вот одно окно вид из камера вот второе где я буду камеру настраивать часы модели да то есть я могу опять вернуться в дефаут вижу ну как было могу теперь взять свой где там какие он out model до назвал и перейти в это то есть вы настраивайтесь себе видики и в общем тоже все нормально так с делаем сюда блин ну столб такая туда и эту надо поменьше вроде как сделать до или стал бы ладно сейчас перенесем так сейчас включу еще раз включаю привязки ну я вам показываю сам смысл да а вы надеюсь что-то замутите прикольное так теперь да надо отключу привязки допустим не нравится что-то их так сильно покорежила эти вроде бы стоят этот уменьшим этот так ну вроде бы стал бы повлазили да вот этот не влез тоже влезла хорошо есть стал бы теперь по сути у нас пошли деревья так деревья возьмем опять shift и курс и где-то тут ищем сепплинг триген так кстати что-то тут он работает не знаю как он тут работает так геометрия что мы лот произойдем давайте поклацаем что тут есть ну вот нормальное дерево мне нравится потом мы хотим листики покажем листья не знаю сколько тут побольше чуть листьев до поставлю тоже все клацайте так чтобы как бы ваша сценка не слегла и тут ну дерево здоровенное да нам надо поменьше тут в общем то необязательно и к земле его там привязывать да вот тут я хочу тут чтобы она например было так shift д р например там провернул его до куда-то чуть-чуть не ты конечно недостатки там все надо где наши камни подевались камни на сейчас кстати тут тоже можно какие-то там камешки взять например пару штук скопить скопировать там под дерево где-то их поставить так ну я лучше выберу для какого-то окна там матка потому что ну реально сейчас или делать серенький цветик до меня это режет в общем глаза где она делается кстати можно амбент включать до затенение а вот же дисплей то нет блин потерялся я короче дать детям от капа маткапы в режиме материал не будет все перешли в соли ты у нас все хорошо вообще вылетела даст головы так и мы не видим все нормально дальше опять там shift и еще там давайте какое-то дерево добавим опять смотрим тоже возьмите какие-то там из пресетов ну и у нас нет времени клацать до а так тут наверно да куда-то его так делаем сюда еще скопирую поставлю сюда чуть поменьше р.р. можно да его там еще как-то ворочать попробуем еще какое-то дерево опять же добавить посмотреть что теперь получится вот виллу шум и читает у кашу его да наверное делал смол какие-то а не очень а 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 с и и да по поаккуратнее он я там загнул аж чуть-чуть она подтормозила да так жестко 100 хватит не 100 так ну вот это наверно наша будет последняя какое-то дерево которое мы кустиков нет ну с дерева если настроить его можно настроить под кустик или если уменьшить да вот ну это и получается как бы наш кустик давайте я тоже тут стыкну так сейчас мы его я еще скопирую пусть она там тоже будет так вот туда куда-то будет поезд у нас выезжать сюда поставим так сделали с него же можете и кустов наделать но и я думал там трое травички какой-то просто делать ну например там можно тоже да посадите куда-то в камне ну да сейчас тихо дикуски этих дел подождите одну пустик давайте приспособим куда-то дальше короче проедет как-то до поезд так хорошо вот это тоже в отобразим шейдинг как смуз до чтобы как-то так так наша задача сейчас маленький до перекурчики я вам показываю что частицы маленькие камешки трава вот эти там блестяшки ну и для думаю успеем и как раз доделать так пока паузу жму а давайте че паузу так шо дальше до травка 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 опять же там травку перейдем наверно на слой с камешками конечно все надо было да по слоям и вот я не раскидал теперь у нее деревья где деревья вообще не пойму так я вроде сейчас переключаю переключаю они все время есть да как-то непонятно это мои камни в общем возьму выделю все это же их на этот слой до посажу они те как-то да на всех слоях были так все тут камни тут а вот они дал тут от с камешками тоже создадим тогда как бы и травку травку сделаем plane добавим потом нажмем т и сделаю что play смотрел на нас его interview вот сразу control а и при меню что этом его крутил так sx с масштабирую подым опять же до пивот подым вот потом могу взять за вот этот edge например сюда его сделать сюда и сюда и еще раз например сюда это сделал какую-то типа травинка да вот одна ну пусть такая будет дальше возьму эту травинку еще скопирую возьму уменьшу перейду вид сверху наверное нажму режим редактирования выделю все shift d скопировал rr покручу да мы крутим только сейчас возьму выставлю shift с курсор ту selected да нет только ниже еще shift с курсор ту подождите где тут выбрать короче просто классно не будем сейчас там тупить да так rr а еще же выставить хочу чтоб относительно 3d курсора о видите теперь я вращаю относительно 3d курсора так теперь возьму так одну в общем скопировал да могу ее по оси z там покрутить вот там что-то уменьшить опять shift d rr тоже да куда-то и shift d еще раз копирую так не сделал как бы такой кущ можно конечно там было подделать еще какие-то там колоски например так давайте как я сделаю сейчас еще до покажу как можно shift 7 добавляю что я добавлю добавлю сюда plane так сдвинем его захожу в режим редактирования выбираю вершины alt m от центр спаял в центре уберу курсор зажимаю control да и как бы рисую сплайну таким себе теперь этот сплайн я нажимаю alt си и конвертирую в кривую теперь в кривую перехожу делаю заливку full да делаю там депс вот так же могу перейти как бы в точке до захожу в режим редактирования и забыл какая клавиша по моему alt с нет сюда alt с вода я видите масштабирую толщину опять alt с нажимаю так ну по уменьшал короче масштабчик теперь я сейчас она у меня четырехугольная ну в принципе так и пойдет alt си и обратно в мыши и конвертирую да есть теперь я возьму например выделю вот вот этот фейс и вот этот фейс что сделаю нажму shift д скопирую его r проверну потащу вот сюда выделю теперь у тут две грани 1 2 и нажму и не сначала сделаю с до их смажьте беру нажимаю е и тут с уменьшу короче да типа сделал какой-то листик давайте или нажму скопирую его shift d r z 180 развернул г сюда так rg короче делаем какие-то цветы типа цветок ну тут опять что-то можно было я не знаю в общем что сейчас опять думать никогда сделаю эко сферу поменьше вот каких-то бабочек дубочек нацепляю просто тут перейду сюда короче вот такой вот цветок да так нечаянно нажал все есть цветы я их еще возьму в группу хотя опять же да вот у меня самая моя большая глупость я никак не могу привыкнуть тому что надо называть объекты это не так сложно но потом это целая проблема короче нажимаю control г создаю группу вот как цветы по английском не знаю цвета точно знаю ну ладно будет цветы вот вот это возьмем тоже в группу control г и это будут камни камни вроде stone да там звучат ну назовем камни так хорошо вот эти вот наши объектики теперь выделю gx смещу сюда да могу отобразить дальше курсоры так теперь покажем наш шифтом нажимаем можно еще дорогу до показать вот опять же там камешки там смотрите сейчас просто скопирую как вы еще могли это сделать сделать сделаем тут индивидуал origin да чуть уменьшу их control а сделаю скейл вот теперь median point а вот тут например с x да видите могу и хопа поближе все передвинуть но при этом не масштабировал к примеру перешел вид сверху смотрите г например так сюда но это я так сейчас покажу это мы делать не будем это как можно например а там shift y да вот сюда вот я опять их там выделяю кстати перенесу их тоже на какой-то слой дабы потом быстро удалить все опять там shift d по оси z сюда сдвинуть опять выделю все шифты y сюда еще раз выделю все shift d по оси z и сюда сдвину так теперь например я выделяю все эти объекты перехожу сюда физикой говорю что это активные объекты показываю первый слой и первый слой выделяю горюша это пассивный объект запускаю анимацию ну и видите трех короче попадали они дашь то есть вы таким образом тоже могли как бы навалить этих камешек до сколько вам там надо вот анимацию можно было запечь или опять же вы перешли на слой с камешками там выделили их альц control джей выделяем какой-то активный control джей чтобы это стало одним объектом так да теперь это один объект и он уже не участвует в анимации сюда так как как его сейчас вот это не могу в блин вспомнить и не буду вспоминать то есть его бы неплохо было бы запечь вот тут можно выбрать и группы да например мы видим какая группа у нас я хочу удалить эту группу он еще так группа камни черт сейчас виды так не надо было эту группу короче я эту группу сейчас удалю для меня как-то в этом в блендере группы это было сложно что-то я их так ну и не захотел разбираться в общем с ними дима и опять камни вот камни и цветы да я взял группу цветы осталось а группу камни убрал но группа камни мне нужно да вот так перейдем вот сюда так тут я не должны были счета чего анимация сохранилась и как ее убрать так ну конвертирую в мэш обратно а убралась да то есть мы сконвертировали убралась а теперь опять что-то подскочила ну в общем они нападали нормально просто уже не буду там заморачиваться куда-то их кину опять же да это если вам надо то есть могли там насыпать где-то тоже и таким способом накидать камни этих больших вообще в общем все могли засыпать но наша задача сейчас в чем мы же хотим посадить траву и камни первое мы переходим отсюда в систему частиц диана вот она и добавляем новую обязательно выбираем hair да то есть нас это волосы пошли расти так теперь мы хотим чтобы место волос у нас была группа да и группа какая выбираем например камни да видим у нас появились камни так опять я тут немного там по подзабывал тут в общем покрутить настройки да каждая у вас и есть тут типы всплывающие подсказки когда сами покрутите реально запомните я уберу этих камней тут не поставленная на давайте штук 100 родительских камней и включу потомков до симпл например вот здесь сделаем чтоб они так подождите разъехались чинтер по интерпол и тогда включим есть кламп это насколько они разбредаться будут да и тут всякие там юниформ можете покрутить сайс да то есть они там больше меньше насколько рандомный сайса ихняя конечная . да насколько будет крутиться так давайте сейчас я их и тут же опять же на рендере их будет вообще 100 сейчас мы видим у каждого родителя по 10 штук на рендере стоя оставлю так как мы сейчас видим и я не хочу чтобы они там росли где моя лестния это будет рельса можно до насыпать но у меня видите как рельс пошел где-то я чего это не так сейчас я быстренько возьму кривую и тут покручу а то не не знаю может и я сначала не досмотрел просто так тихо тут сюда нечаянно скопировал точку ну в общем да пойдет дальше смотрите какая штука я хочу камни чтобы были там где меня интересует да поэтому что я сделаю я выделю вот этот объект перехожу вот сюда и создаю группу вершин да и это там например группа будет для моих камней назову ее так теперь вот тут я перри а сначала перейду в частицы и скажу что vertex group от нас плотность до камней чтобы у меня было от моей группы и эту группу я перехожу теперь выйдет paint и начинаю как бы рисовать опять тоже кисточка все те же горячие клавиши например вот тут я поставлю камни да вот ну поняли я рисую камнями там где меня это в общем нужно опять же советую там ставить там например два окошка но ликвид из камеры можно по включать также все объекты где там наши деревья вот ну и вы будете понимать где же их вот тут я хочу дать эти камни их побольше вот тут возле этого ну пусть будет кстати одна такая усеяна камнями здесь shift f степень нажима вообще сделаю маленькой до чтобы их тут немного просто там накидаю по чуть-чуть вот тут их тоже по добавляю чуть увеличу плотность вот например ну так все допустим меня это устраивает правильно вот тут еще кинул а вы можете также ждать когда частицы увеличите ну мало вам там 200 поставьте будет их больше да много наоборот уберите оставлю пока что 100 вот переходим из вейт по это опять в object мод и теперь нам надо посадить траву так выбираем опять и просто добавляем еще одну систему частиц также могли бы ее там назвать что это у нас трава и это было бы правильно да это наши камни и все лучше нажимать тоже трава будет у нас волосами и место волос опять же может быть объект но группу лучше когда группа она в случайном порядке выбираются разные элементы этой группы то есть у вас рандомность еще больше будет групп да и выбираем цветы цветы что-то у нас как-то улеглись да неправильно во первых это все можно пошевелить опять же да тут много настроек я не помню куда мне надо где-то тут есть как-то направление изменяется я долго сейчас буду клацать может вы поклацаете это найдете реально сейчас не помню дисплей где-то там относительно нормальный как-то выставлялась куда им расти вот елки и хочется найти куда клацнуть не знаю дисплей ну должно быть дисплей так тут где-то геометрия норму растет сейчас тангент куда-то покрутил да ну не знаю куда она растет да ну например вы могли бы их опять же берете просто заходите в режим редактирования выделяете все и крутите например rx да вот то есть его надо было уложить на 90 градусов и перетаскиваем также вот сюда к точке и опускаем блин верх на вами теперь да чтоб я не туда ну и теперь мы что понимаем что надо его развернуть rx так 180 только в эту сторону до передвинуть а вот куда их все надо до положить так эту тоже вот видите в чем сейчас прикол ничего не произошло почему потому что я забыл зайти в режим редактирования а это надо делать именно в режиме редактирования так тоже перенес сюда и отправил его вот сюда к этой вершине опять вышли из режима редактирования точечка нажали приблизили это как в максе z тоже зашли в режим редактирования выделили все повернули перетащили вот теперь они все у нас растут да как надо также этой группе мы могли что позадавать ой вернее вот сюда этой системе частиц тоже выставим их ну тут наверно их чуть побольше будет давайте там а там я делал 100 пусть тут будет 200 и поставим потомков тоже до интерполяцию так на рендере будет у нас их то есть еще больше до сотка когда будем рендерить но вообще оставляем то что мы хотим виве рендерить сид это ну опять же там рандомность униформ можно до покрутить там относительно самих себя куда-то то есть форму по добавляли сайс так у тут рендом чтоб разный сайс был у них так где-то у нас кламп чуть можно дал так вот как кусты поближе так они у нас там в разные стороны так где что где-то все шевели так что-то добавляли в общем да по смыкали эти и поймете что они делают там также можно разные типы еще задавать как лишнего поведения вот ну оставлю так я тоже не хочу хотя они могли бы и по рельсам дорасти типа также можно было вы могли по прорисовывать отдельно для травы отдельно для цветочков то есть вы бы еще сильнее там все это дело разнообразили ну давайте я сделаю их все-таки тут наверно там штук 500 это 5000 будет растений да вот и то же самое я беру создам еще одну группу для этого play на и назову ее там наши цветы вот это же укажу теперь что хочу чтобы плотность зависела от того как я все это нарисую так на цветы тоже нужно так вот таким спор я надеюсь что вы это сделаете попробуйте но этой вам как вот такая работка вот тоже постараться что-то такое сделать и у вас там тоже может быть целая неделя например на выходные да похимичить вот такой небольшой типом мастер-класс я не знаю как это назвать да то есть вы по постарайтесь так вы взяли тоже перешли weight paint и тоже указали да где будут они например ну тут вот там где-то должны быть вот ой через камни да наверное это я зря тут же кисти тоже вы можете там и рейс размыть и тому подобное выбирать я поклацаю сейчас он там мой куст был это же вот смотрите где они вам надо да нам надо как бы чтобы заросло там вид из камеры они где-то появлялись вот здесь тоже приближу пусть по эту сторону растут даже блин рельсы да где рельсы заросли можно в субстрат да постирать где нам не надо и опять что мы это подобавляли где надо так вот тут лысый участок закроем там по большому еще счету как-то деревца какого-то не хватает до для плотности так где деревья так выйдем из этого выберу еще наверно вот это дерево это же посажу его тут чтобы мне прикрыла кущи такие так ну смотрите у нас ценка пока что за 700 тысяч полигонов в общем есть еще куда стараться я пробовал мне ноутбук он в блендере 20 миллионов путин к еще все идет так хорошо в принципе а знаете что я стратил я вообще еще ни разу не сохранялся это моя самая большая ошибка сохраняем и это обязательно да то есть так что нам еще тут не хватает кого паровозик да ну паровозик светящийся я там как бы покажу сделать одну на примере а давайте это вы сделаете уже сами ну реально я так чуть-чуть как-то подустал это берете например цилиндр нам надо создать будет как бы до паровозик приведения там сделали например 16 ну блин даже не знаю 12 r90 покрутил там г сюда подождите что мне надо ну да по игре куда например раздвинул можно перейти в режим редактирования взять фейс и нажать x и сделать он ли фейс у нас осталось остались ребра кстати равно в макси эта операция да вы выделяете ребра и делаете крейджей фон сэлэкшен да можно так вот сделать тут так это например делается вот теперь попробуем нажать альци и конвертировать в кривые и по праву попробовать добавить кривым тоже да там толщины какой-то ну например так а потом перешли сюда сделали тоже пленцы сказали чтоб он на нас смотрел перешли в режим редактирования например сделали вот сюда так теперь control р да я делаю вот так выберу вот эту эту грани подвинула сюда теперь эту выдвину вот так возьму вот эти вот точечки эту и эту раздвину по оси x тут могу как бы по добавлять control r еще там подразделений тут еще бы ты тоже там берете делаете какую-то там форму не знаю пока что мне хватит опять тоже самое выделяете главное все фейсы control они control x не прокатит x control x у вас дислоу фейсы со соединить а нам надо удалить исключительно фейсы он ли фейс из да и опять то есть альци конвертируете в кривую и берете то же самое делаете так вот это короче мой паровоз поняли я его control джей объединил вообще кривые объединил в одну любые их вы можете там дальше дорисовывать например паровозику тут shift и и создали кольцо кольцо тоже показали чтоб она была на нас где этом переместили возьмем или надо тут манипуляторы по моему line сделать да вот здесь беру с y сожму вот эту увеличу поняли как бы дымать паровозика ну а другую часть вы уже просто из кубиков колесики в общем это все понятно как рисовать ну давайте еще раз shift и возьмем добавим у меня такой не до паровозик да будет например такое меня без кабины так дальше эль наводите выделяете куда-то передвигаете на передвинули сюда shift d pass x передвинули сюда вот это мой не до паровоз вот дальше теперь включаем там все и наш паровоз как бы там ставим откуда он должен появиться на и на чуть уменьшим возьмем пока что выделим только рельс и нажмем слэш да чтобы мы могли как-то его тут поставить на рельсы со всех видов там посмотрели так в общем даже стоит да только а давайте я его rz немножко хочу тушу z а x сам сказал z нажал о да вот так будет стоять и вот в принципе на этом в этом редакторе мы все мы же хотим в это все настроить выви до чтобы у нас она визуализировалась ну мы не ждали вы конечно тут могли бы взять там cycles render shift z нажать и вы увидите что пойдет рендерится наша картинка все тут можно в общем то неплохо настроить видите у нас есть лампочка диана лампочка все тоже как бы глобальный свет все эти дела так вот лампочку попробуй найти еще тут лампочку можно тут поиск как-то работает как забыл опять забыл вылетела с головы тут можно все это искать но если точку на и нажмете то вы выделенный объект сюда подъедет вот а вот она лампочка чуть сама да даже вот она лампочка дату 7 мы можем там светить мы можем ее яркости делать больше на при этом сделать 2000 до нас уже там залилась как-то светом можем лампочку удалить мы знаем что у нас там у столбов есть как его шейдеры мишин да то есть мы можем перейти вы мишины ему тоже там накрутить вот и у нас стал бы видите засветились но это как бы ray трейсер это будет долго да то есть нас это сейчас не интересует поэтому мы сохраняем сценку вот и пока что закрываем этот блендер открываем этот блендер тут файл open и ищем я на рабочий стол вот открыли а тут мы уже будем пользоваться или нашим да то есть ну все тоже открылась вроде никаких ошибок давайте включим перейдем вид из камеры вот видите только это панель что-то снизу оказывается когда из flip to top а и тут есть да просто режим как бы с материалами и режим так сайклс выбран да пошел мы пришли сайклсом поэтому надо переключить на или вот так включили или нам пока что все как-то грустно то есть ну не то пальто так попробуем первое что сделать это перейти у тут в настройках сначала включим волю метрик сделаем бум видите наши фонарики немножко уже засветились вот этой кнопочкой как бы убрать все лишнее да то есть они уже будут сверкать если вы хотите чтобы от них как бы свет шел то поставьте источники света давайте какой у нас слой видите наши слои конверта 0 из все в коллекции теперь видите вот сколько их там было тут тоже управляется там как бы глазиками так вот наши фонари например вот где моя лампочка до вам а да я ее удалю да действительно так shift и добавим лампочку возьмем spot да например и я ее поднесу вот сюда к как бы к фонарю пока что так какому давайте покажу к среднюю и перейду в настройки и сделаю угол поменьше включим землю земля была на первом слое так так и мы хотим видеть объемный свет да поэтому мы перейдем вот тут включим пока что шейдер и дишин и выберем мир тут нет никаких нот чтобы они появились на перейти в мир и сказать использовать ноды вот так же вот это ваш мир да то есть вы можете настроить это окружение чтобы появился заработал этот волю метрик объемный свет вы шифт и добавляете сюда шейдер волюм скаттер когда вы сейчас его добавить вот сюда на волюм у вас наверно скорее всего ну чуть она не пропала а ну вот пропала да вот появился до заработал на виде из камер ничего не вижу пошу плотность очень большая вот этим density можно уменьшить там попробуем 02 видим до появилась ну скорее всего там 01 нам будет вообще с головой может еще и меньше так теперь я опять землю спрячу возьму наши кстати источник света тоже нажимаю м и видите какое тут теперь то и тут наш слои то есть муфту лэйр тут уже так вот new collection и тут например можно назвать там ламп да где мои будут лампочки размещаться вот и окей видите создался этот сцена и есть лампочка теперь shift д копируете лампочки так вот да то есть появились они так что еще ну если вы хотите чтоб сквозь лес где-то там типа вдалеке еще какой-то фонарь то давайте этот фонарь я еще один скопирую перейду вид сбоку r покручу его так оттуда у нас светится ну-ка 100 поставим да какая-то там звезда вот будет гореть так 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 что дальностью то вроде наверно будет светиться так сделали теперь что мы можем ну вернем нажмем 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 что мы нажмем alt h и у нас все слои до появятся вот так ну вот тут как бы да вот маловато освещение тут вроде бы и все хорошо даже чересчур да ой это все может быть так оставляем лампочки где стал бы так делаю аж спрятал до 5 вот они стал бы то есть тут я должен опустить так вот отсюда о действительно как-то control этапы это на все окно развернет в общем да и позиционируем тогда выберем этот вроде бы ничего так ну тут опять же да можете играться там настройками этих лампочек светом например немножко там желтоватый им поделать опять же значениями 50 ярче да или там по пятерочке например поменьше да давайте тут тоже немножко желтоватый свет и тут меньше яркость и тут 5 и желтый вот где-то лампа делась по моему что не были все на одном слое нет был какой-то активный другой alt h выберу вот эту лампу так она стоит тоже сделала такой голубоватый свет также вы можете настроить ну там мирок поярче до его сделать у вас вся сцена тоже будет меняться так ну вот тут можно было там конечно по добавлять уже видно что земле возможно камней это как мы говорили до маленьких насыпать или кисть не то есть в режиме скульпта до что-то по наделать там а у нас остался паровоз где паровоз вот он паровоз типа наш недоделанный мы ему применяем материал и тоже выбираем этот место тут принципу ты мишин вот задаем цвет свечения и яркость 20 вот он есть ну если сделать кабину то будет прикольненько как там можно еще вот куда-то конечно вот наверное я возьму эту лампочку еще скопирую вот этим параметрам плотность меняем до больше тумана меньше туману 0 1 прокатит и тут в настройках можем что по включать во первых там ambient да такое самозатенение под поверхностного растения во вьюпорте нет его и не включаем там рефлексы это будет отражение появятся и можем депсов field включить видите у нас размылось все и для камеры куда у нас камера смотрит так где-то камера вот же что она стояла а теперь попробуй найди у тут м птик до м птик вот она выбрали его да это то есть то куда камера смотрит так перейдем в настройки камеры так еще надо камеру раз выделить камера камера вот она камера и есть депсов field можно указать кто будет нашим вот сюда клацаем и тут тоже пишем и то есть наша пустышка будет отвечать за фокус а потом тут значение уменьшаем видите это размытие а где находится м тик там она видите минимальным в максим мы дойдем до этого там тоже все так можно я вам кто же это покажу вот ну вот этим от настроением ой настанут этой настройкой небольшим значением то есть от меня да и вот мы как бы поразмывали ну вроде бы да тоже я со ой взял сохранил у тут когда вы уже понастраивали и все эти эффекты наверное теперь в блендере 279 уже не откроется да или будут глюки как-то вылетать поэтому вот тут уже лучше бы сохранили как сейф астам для версии 2 и 8 ну и вот наша да вот эта вот сценка вы можете повыбирать ракурсы например другие может там отсюда во да она тоже будет прикольно размыто можете по устанавливать камеры например к контрол а контрол а 0 вы добавляете камеру да я еще добавил вот одну камеру а переключение между камерами будет осуществляться теперь вот видите раз камера до одежды нет я не добавил новую камеру я сместил ту вода а добавить по моему тоже есть горячая клавиша короче добавить можно еще беру shift d копирую она даже скопируется с привязкой активировать ответе где у камеры вот этот черненький треугольничек то я активно шапе и активировать control 0 нажимаете и стала активна эта камера да тут ноль нажимаем у нас вид из нее возможно этот да будет вид там получше ну хотя тут сильно да возможно мы захотим тут переехать опустить ее возможно еще подъедем ну тут тут сразу да как бы не хватает на лестнице на рельсах какого-то гравия еще чего-то это у нас пока так никаких текстур ничего мы не делали да то есть с этим еще не знакомиться это как бы такое знакомство с блендером да с его какими-то маленькими функциями вот все как бы намного шире а еще даже вот эти сверху чечки пожалуйста вот shift и добавляем plain plain вот сюда куда-то наверх переносим в общем делаем его побольше на площадь его потом нам надо создать сверчка какого-то ну опять же юли сферу беру и к сфер только надо было тут много этих еще раз shift и и к сфер и уберем до единички то есть нам вообще даже по сути plain и бы сгодились вот переношу вот она моя и к сферу так вон plain и к сферой к сфере я тоже должен применить материал применяю сюда new и тоже выбираем и мишин они светиться должны теперь вот сюда так направляем да ну все над нашей сценой хорошо тут мы теперь тоже добавляем систему частиц new но только эмиттер до выбираем в принципе уже заработает к беру нажимаем видите они полетели частички это shift так я нажимаю в 2 и 8 shift пробел запускает анимацию в 2 79 alt а запускает анимацию вот так и я хочу чтоб вместо вот этих вот были как раз мои и к сферки да то есть я тогда беру вот тут сейчас попробуй найди там быстро а тут по моему от рендер до выбираем халу и выбираю что мы хотим объект сейчас видите теперь группы тут исчезли есть коллекции да то есть групп уже тут как таковых нет есть коллекции короче мне нужен объект вот теперь сюда обжиг берем пипетку выбираем и к сферу видите они все превратились наши это сферки и вот они в принципе давайте я сделаю усею по плотнее до поставим там их 10 тысяч вот опять shift up запущу анимацию и в какой-то момент остановлю ну и вот они появились поняли эти сверчочки так ну в общем на этом закончим дам будет вам интересно что нибудь продолжим как-нибудь или с чем-нибудь другим да это было как-то создание даже не знаю что это создание чего чего-то создание вот так а если хотите все-таки получить картинку просто нажимаете в 12 у вас опля и рендер произошел вот и берете там ее по ну там control с ну и это какой у нас full hd по-моему я получилось они давайте full hd от рендере в 12 ну конечно да и все да и теперь тут где-то где она вот и мыть сэй фас да так на рабочий стол все да то есть вот это я вам сохраняю я вам приложу этот объект все видео устанавливаем